мне вот интереснее поговорить про ты помогал создание вечеринок лагерь расскажи вообще так можно сказать вкратце что это такое ничего за вечеринки кто там вообще выступает выступают ли там сколько там еще народу собирается на них изначально скажу это большая история это бася это моя очень хорошая подруга на диджей группа хлеб она сделала первую вечеринку просто она решила сделать вечеринку для своих и там выступал как раз группа хлеб и вот с этой вечеринки нас завязала сообщение пошли эту говорю мы можем сделать это еще но лучше у меня я за 2016 года может быть в тусовочной сфере был я поставим просто сил со своим кентом сочной сфере я хотел как-то вы его слады да я просто тусил и знаешь когда ты постоянно тусишь у вас общие знакомые все там фейсеры артисты которые приходят вам там ну например в джипсе мы до большей части не провели в джипсе постоянно там на сцене когда кто-то выступает мы там постоянно были за кулисами со всеми общались и за это выработали знаешь хорошие отношения поэтому я мог например какого-то артиста подешевле там прислать и вот мы с ней разговариваем там бла-бла-бла над как говорит я хочу чтобы ты был моей команде ну как с учредить игру хорошо футбольной команде да мы решили арендовать газголдер на тот момент никто еще кроме там вот этих да 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 вот этих именно подряд тусовка никогда но не делал я и мы с ним говорим таки говорим надо позвать как big baby tape у него не вышел еще на тот альбом dragonborn еще не бы не вышел мы его взяли пола за 100 тысяч рублей и бульвар депо ну на тот момент он был прям на хайпе мы короче делаем эту тусу сделаем там презентацию рассылаем приглашение день вечеринки я не знаю это для меня первая такая знаешь большая крупная вечеринка организация я иду на свою работу я на тот момент работал фейсером типа но на этой же вечеринке чтобы как бы но отдельно бабки кому-то не платить я иду и толпа просто стоит блять 1500 человек огромный бой и я стою ну знаешь я думаю в ахуй вот на этой тусовки было 1700 чем-то по моему человек выступил big baby tape и спустя по-моему две недели не выходит dragonborn а у нас еще не вышло короче как называется видос до доска и когда они видят но я понятное дело начинаю говорить а я вам говорил типа что он там значит он бомбанет хотя знаешь почему его взяли потому что фидук у дудя сказал то что кто разъебет он сказал от же буду big baby тейп а вы запомните ауджи будда big baby тейп восходящие звезды российского трэп хаоса я не знаю как это назвать там еще кто-то джек алипу по моему да и я но я такой говорю то что блять ну типа нам нужно взяться за это типа ну вот я верю из кто-то сейчас сказал надо взяться попробовать хотя даже не слушал ни разу big baby tape на тот момент что-то понимал но это разъебал слушай ну по моему до выхода dragonborn а альбома да именно у нее были кита треки которые уже были выкинуты в сеть типа я не особо слушаю музыку да то есть из русской музыки вот кого я знал там значит а фараона и то есть белый на получается люди пришли на бульвар депо или решили нашел удар потому что для них это было ну круто они на рэп совки ни разу не были в газголдере и они продолжаешь воодушевились очень сильно вот именно этой тусовки но не знаю это мне кажется уже отдельная тема не для ну да и для этого интервью то есть по ну потом немножко пошло все по пизде это ну как бы мое личное мнение сколько ты бабушек вот лутал с этих тусовок максимально немного немного брать для кого-то скажешь и 40 тыс там у тебя загрызут пол для кого-то скажешь час ну типа 200 скажет таки бля овощи охуел не вот с этой тусовки мы в плюсе были 1800 900 как все думают потому что там заплати этому заплати то за это за это и серу там 100000 пригрел суши но это кайф и потом то есть уже после вот этих вот всех подработать и уже начал именно на медиа зарабатывать после лагеря опять же ладно эксклюзив связан как раз опять же с тем же моим другом тимуром у нас был друг я не буду называть его имя потому что как бы я к нему знаешь там плохо не относился после ситуации все но я не хочу подставлять человека этот человек говорит то что мне сливает матчи вы можете иметь пассивный доход на протяжении полугода-года мы с тимуром месяц вот с этой темы мы туда вкидывали свои бабки ну я там в кинул около ляма там где-то пассивно каждый месяц я получал по 400000 то есть ты лям накопила накопить за время у меня там отложенных было много я не так много как бы тратил пассивный я около 400 ты зарабатывал тимур там вроде еще больше на если не ошибаюсь и в какой-то момент он горит для срочно надо короче кэф можно сказать два то есть вы закидывайте 800 через две недели лям 600 у вас ну будет я говорю окей я закидываю все что у меня было еще майкин ты закидывают все что у них было и просто спустя где-то два-три дня он пишет тимуру мне еще некоторым нашим кентам которая ну ты некоторых причем даже знаешь и басик а и джефф даже в этой теме говорите так скажу он пишет то что мне надо признаться я вас не балл у меня нет бабок ты бы вела чтоб ты понимал один чувак я без шуток говорю с нашего района взял у многих чуваков вот этому роми 16 миллионов рублей и вкинул ему под проценты они хату продали прикол его семья продала хату чтобы рассчитаться с некоторыми долгами но это вообще пиздос и ну что ты понимал я жил где-то не знаю около года наверное но в хуй не ду мне было ну реально дохуя бабок если постоянно шмотки там саса заказывал ходил везде куда угодно вот так просто швырялся знаешь бабками направлено левая если кинотеатр то только vip если блять тачки то только дорогие на тот момент у меня еще типа была машина я еще думал блять сейчас м-ку себе нахуй возьму блять охуенно все будет и ну в какой-то момент тебе человек пишет тоже как бы я тебя наебал бабок нет блять и у меня вот такая знаешь пустота я сижу я бы не знаю что делать и вот только после этого этот точнее момент когда меня кинул этот чувак мне пишет женек то что гол на съемки я уже был на тот момент в тудрос я уже играл за тудрос но мне пишет женек гол на съемки но я не понимал просто сняться в одном ролике или как я снимаюсь в одном ролике у меня пишет на следующий день завтра там следующий съемки я приезжаю он не пишет на следующий день завтра еще съемки и по съемкам не горит по погнали покушаем white bar еще на что место где мы постоянно кушаем мы там кушаем я сижу я я что-то не понимаю и мне они так играет лишь прямо что-то на постоянке я такой типа на постоянке но это как они говорят на то что ты типа с нами теперь снимаешь и постоянно и у меня знаешь так в душе и так прям но и все равно и на тот момент я еще не зарабатывал и вот первое первый заработок пришел в 2020 году с медики а именно с чего по моему на тот момент его первый контракт с бака услуга до 1 контракт с бака но смотри давай мы определим вот сейчас сколько денег для комфортной жизни именно прям для комфортной ну там вместе снимаешь квартиру на всем квартиры там я своя квартира богатый прям вот для комфортный вот именно просто на себя не на контент нет нет давай вот вот на все то что ты делаешь контент а вообще на это задавать вот сейчас рисок он деньги комфортной жизни 300-350 тысяч 300-350 счастье сумма это выходит в данный момент нет у меня же нет быка в данный момент но сейчас переподписываю ну выходила скажу так когда был контракт плюс счета медиа лиги тогда выходила но понятное дело больше там гораздо ну давай самая твоя большая самый твой большой заработок в месяц вот с момент как ты вот попал в медийное поле именно в месяц да можешь не будет точно сумма там типа ну от такой-то сумма какие-то от 60 до миллиона это в момент как раз медиа лиги это наверно вот как раз декабрь вот прошлый месяц потому что заплатили соответственно медиа лигу плюс коля скинул то что был должен еще за первый сезон плюс там какие-то бабки еще дошли с это медиа футбол бро но где вот я ведущий с видосом плюс от фон бета прям кем сказал да то есть я пришли единица пришла но меньше меньше поменьше но суммарно меньше миллион был тебя в месяц бам и вот миллион нет миллион ни разу не был но около братьва я напоминаю что партнером всех моих рубрик является компания фонбет который также является титульным спонсором таких команд как цска лока сборная россии ну и конечно же команда тудрос фонбет поддерживает каждый мой выпуск каждую мою рубрику ребят в комментарии будет ссылка просто больше мой промокод эд и вам подать до 2000 ребетов на ваш счет при регистрации мне будет приятно а вам полезно поэтому переходите ссылочка внизу в секретном комментарии расскажи свою самую дорогую покупку даем машину и там или квартиру не берем может это шмотка прикольно может это подарок не знание дорогие шмот ну кроссовки есть дорогие шмот 0 и любая покупка может какое-то украшение замуж там купил домой цветок блять за миллион рублей я просто утрирую можно сказать сама моя дорогая покупка это вот мой компьютер стоимость его где-то там 350 вчера 400 ты но и но у меня там практически все последующие метам видеокарту вот я знаешь но это я просто не за раз делал в этом непонятно постоянно до постоянно обновляю обновляю там видеокарту словно говоря там у меня до около там 50 чем стоит там плюс там процессор там только до 30 чем-то оперативками там 64 гигабайт многие скажут на хуя тебе столько много там новый корпус там вот эти там мониторы всякие там значит фишечки там плюс 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 ну около того набегает мы с тобой как-то общались может быть полгода назад я не знаю сейчас не вспомню но меньше года закажем что общались искал прикольную фразу что придурок мы утром общались лет лизой вообще в целом искал прикольную фразу что сейчас дела идут типа круто если так продолжится то в течение года я куплю себе феррари я тебе это сказал ну может сказал ламборгини ты причем более что во первых я ненавижу спорные она может это было как типа как бы ты может утрировать утрирован моментов ты говоришь у меня реальные дела идут прямо типа с кайфом просто вопрос тому что типа а твоей можно сказать финансовой грамотности потому что ты умеешь типа скапливать умеешь скапливать деньги это первое куда ты направляешь тебе пришло ты вышли там подлям пришло куда-то эти бабки вообще типа деваешь на что тратишь и 3 час действительно ли у тебя вот все хорошо финансовом плане подскажет бэка теперь уже понял потому что это вопрос вот сейчас должен был тут быть ну как есть знаешь есть какие-то в любом случае остатки да я не такой дурак да я всегда оставляю деньги на черный день как раз я понимаю то что когда контракт заканчивается мало ли что поэтому оставляю бабки там на 1 на 2 месяца может как ну вот большие траты декабрь как раз у меня один из самых больших чеков я кстати говорил на стриме типа ссылочка в описании будет бы я потратил на семью у меня не буду пока вот это сейчас говорит короче опять проблемы есть пока еще мушка и там не в семье нет в семье ладно да в пизула на скажу там за квартиру короче долги у меня у мамы есть такая короче проблема мы с ней не так часто можно сказать видимся у него были короче свои проблемы но она иногда не хочет обращаться к своим детям хотя когда она обращается я игру ну типа у меня нет кузнаешь типа там сколько там надо или еще что-то были но некие свои проблемы с финансами она мне хотя каждый месяц и помогаю постоянно одеваю брата там покупаем и всякие там знаешь там шмотки там телефон все что угодно и она в течение где-то полутора тире там двух лет не оплачула хату в момент я узнаю то что ну вот перед праздником то что долгов доху я ну реально доху я я понимаю что у меня на карте есть бабки но у меня была короче цель купить тачку но тачка мама ну ты сам понимаешь я решил сделать такой значит новогодний подарок практически там все что у меня было я маме я честно счастлив на них мне кто-то написал такой странный комментарий то что с одной стороны тебя типа мама подстала такой думаю вы чё идиоты что то есть я все сделаю что моя мама была довольна я блять голым буду ходить на хуй но чтобы моя семья чувствовал себя комфортно для меня деньги это это бумажки ты реально ну ебаный бумажка конечно с деньгами что пизда то деньги это возможность просто но улыбка с матеря гордость например твоя мама за то что ты можешь помочь что что ты не отворачиваешься для меня она гораздо дороже стоит такой вопрос на самом деле не хотел задавать его но в целом не просто знаешь куда его встроить где можно задать про твою болезнь братан и на тот момент мы с тобой общались в плане вообще потому ты рассказал как там как чё с тобой происходит вообще потому что как бы немножко выпало через это вот медиа движение именно нет нет я не могу это представить не могу это понять просто даже не как это описать на самом деле словами расскажи вообще как это было как-то это но обнаружил я не знаю просто вообще во-первых расскажет наследством может про по моим говорили я думаю но если это будет салона я думаю все поймут то что это либо наследство либо в случае там чего-то там получается это наследственная штука дело значит не в том то что я обнаружил до что у меня это бои сочинение понятно дело это врач обнаруживаясь просто меня были головные боли меня три с челные мрт а потом разные сделали обнаружили суть другом то что у меня просто уебанское было время потому что у меня изначально умирает отец получается от коронавируса люди люди в бразилии я просто ротах его вот так скажу я не могу по-другому сказать потому что изначально они ему назначили другой диагноз и если бы они все правильно бы сделал хотя врачи дорогие они все правильно сделали так далее отец до сих пор был бы жив но из-за их можно сказать халатности вот этой ебаной у меня отца не стала то есть у меня в этот момент я же изменился я был совсем другой до смерти отца соответственно потом узнаешь у меня череда прям каких-то неудач неудач и просто какой-то момент мне еще говорят то что вот у тебя но опухоль я такой думаю у меня жизнь типа блять заебись типа что еще ну типа что еще вы мне скажете может быть там не знаю может быть я уже там завтра послезавтра умру то может быть конец света будет то есть но я был очень зол я не так был знаешь обижен как зол честно скажу у меня был такой этап то что у меня вот депрессионное состояние постоянно так колебалась я короче записал послание своему брату я уже думал все у меня до сих пор она на копе есть я записал то что там живи хорошо не делать там глупости я там слежу за тобой то есть я настолько был как бы в отчаянии я уже себя все похоронил что я занимался такой хуйни потом когда я пришел к врачу не сказать то что у тебя добро качественная если мы будем ее сейчас лечить то она не перейдет типа в злокачественную так то так то и я в какой-то момент знаешь подушевился я понял то что у меня рядом очень много моих близких людей я не имею права сдаваться я просто вот начал заниматься вот собой заниматься здоровьем никому ничего не говорил этим а то скажу очень надеюсь то что никто там мамы тогда не по моему не знаю не знают болезни я тебе уже рассказал по некоторым ситуациям вот ну как бы с моей мамой начиная от ее болезни заканчивая этом долгами и всем я не не мог сказать ей потому что я очень сильно бы я не знал что будет с ней я не хотел чтобы но видеть эти слезы я очень хотел чтобы она переживала поэтому я это скрыл об этом вообще очень мало кто знает я не буду сейчас говорить кто об этом не знает об этом очень много даже ребята из тудрос узнали спустя 4 месяца даст не сразу там есть такое мне псанда спрашивали что с тобой что с тобой кто-то увидел что похудел на килограмм 15 что весь все до 75 и мы весь чувак 60 вот тут вопрос когда ты рассказал кому-то из тудроц по ценам было ли к это поддержка ли ты ожидал больше поддержки или ты в целом как ты сказала сказала ничего ты как бы не ждал на тот момент была безумная поддержка всегда она есть и она остается от хула от мбп это это наверно вот два человека которых я безумно люблю все знаешь многие считают их мудаками но это первые люди вот они читают мои посты в телеграме если меня значит нотка прям есть какого-то ну что что-то не так мне всегда хул пишу да и либо баба не был такого чтобы бабами не предложил какую-то помощь всегда вот их я безумно люблю безумно ценю некит он прям зачем мне прямо написал а некий такой человек когда он знает про горе он чуть ли сам не со слезами и он мне прям вот все сказал то что чувак любая поддержка и жека понятное дело вот эти четыре человека которая она и ты ты в моменте просто не сразу узнал я группа но здесь человек четыре человека который сразу знали они прямо ну они ахуели они такие горят нам нужна помощь но ты знаешь меня и такой человек который нет хотя возможно тот момент а мне нужна была помощь но я боюсь принимать помощь я боюсь быть кому-то должен в итоге вы справился ты болезни не до конца но да не она может может быть ремиссия в любом случае но сейчас ничего не угрожает поэтому он да мне просто нужно следить ходить иногда проверяться но вот сколько уже где-то прошло когда я узнал где-то месяцами на 3 я вот постоянно вот каждый месяц хожу к врачу мне говорят все любить ну типа сказывается на жизни это как-то болезнь конечно слушаю во первых постоянно значит ты не можешь кушать я же похудел на 15 килограмм вот эти все уколы они на твою физическую активность очень сильно влиять я был постоянно уставший я спал в день нам где-то часов по 12 я ничего не мог делать у меня все ну на лице все сыплось знаешь я очень плохо стал выглядеть не сказать что сейчас хорошо как будто бы лучше чем я же отдельный пока буду прописывать тайм-коды блядь я же не как я такая вот бля вот поэтому наш вот с футбиками проще кого-то не садятся они там про футбол футбол ты не спрашиваешь у меня не получилось я играл вот это туда-сюда там где-то подломался вот это проще знаешь на одной волне вот так вот плывешь и все все чуть это выдохнем начнем с более приятной темы это девчонки братан ты вообще вот в целом вот в школе в универе вот там на тусовках интерес от девчонок такой вот прям вот был или как пантера такой да еще нихуя говорит у меня ничего не было никого горького детства меня было две ситуации 1 хуёвый 1 хорош который все измена первое сразу просто быстро дошли не затягивайте первое это лагерь и шибанцева до сих пор помню лагерь понятное дело и мальчики девочки мы должны были отправиться в лес была девочка ну просто племену прогуляться там грибы пособирать всякую не те грибы которых вы думаете испорченные ёпки и там говорят все то что мальчики девочкам беритесь за руки и вот одежда мне нравится как эти не буду убрать за руку сердце сердце и подарил и буду убрать за руку но причина потому что он типа чумазы ну плюс-минус реально так и было там еще был ее брат который мне казался знаешь такую прямо уебан хулиган он сказал типа блять ну типа это не красть причем маленький ребенок только это некрасиво типа возьмем за руку он тип своей сестре сказал я от этого охуел ну значит мне хотя шли ну вот это за руку и потом был другой лагерь в анапе где-то спустя наверно год я думаю что будет точно так же и в итоге какая-то дискотека и просто несколько девочек что-то мало ко мне подходит одна бусы подарила друга еще что-то с одной меня там мутки там какие-то были и знаешь я понял то что все таки блять я не чунга-чанга а человек который может но нравится девушкам и вот это прям значит изменил прямой то шею пошли до вот этого момента где-то до где-то 12 до лет я думал то что у меня нет шансов россии то что мне надо искать черную баб ну а в этом итоге до 1 секс поскольку 14 до считаешь не рано не моя инициатива история это уже не секрет мой дядя снял девушку поэтому вопрос про пользовался это услуги однажды в 14 лет однажды ну а то есть я много чего под партнеров или там для твоей девушке такой да не я я говорил открыть свои девушки то что ну больше 30 было и секс-машина это ну вот жизнь когда не знаю тебе вы причем 18 лет не знаю все виде наверно то вот это моя фотка дев только стою вот этот пресс тогда то есть каждая там девушка зачем вот так сделать суда в каком клубе тогда особенно чуть чуть под выпишу она думала бля по-любому там у черного большая пункта а нет на ибо каждой чонкой было прямо таки до девчонка было прям ну все просто честно говоря все просто серьезные отношения двое серьезных отношения у меня только было одни четыре года длились другие сейчас сколько сейчас лет с у вас уже почти год серьезный план да очень или пока вы просто живете там быть пробуйте не сушим она ко мне переехала на спустя два месяца после нашего общения потому что мы прям знаешь вот на одной волне то есть это прям реальный человек с которым мы угораем там наш играем у нас одни интересы я даже сажусь за комп мне говорит играй я клянусь я могу 7 часов играть за компом она мне ни слова не скажет братишка это пиздеж объясню почему вот первый год два-три знаешь вот это вот когда каждым тренировки ходи-ходи тебе надо тренировки ходи сейчас ты заебался своим футболом я еще когда работал тренером у тебя в голове футбол ты работаешь футбол у тебя тренировки ты отдыхаешь приходишь играть в приставку они все-таки в чате награде в комментах кого девчонка тоже первый год было значит это вот я тоже люблю контр-страйк я люблю футбол просто не понимаешь я я не такой как ты я понимаю в моменте когда вот такой взгляд знаешь появляется на при этом садишься за компьютер это напротив спрашивает опять за компьютер на следующий день я говорю блин мы едем в тот корейский ресторан который база один день тебе заменяет потом следующие четыре как-нибудь придешь с цветочками типа невзначай решил подарить тебе цветочки я вспомнил что ты вот эта футболка очень сильно хотела мы были но это же все просто записывайте 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 родные вот тут для вас и мастер даже не пикапа мастер построение отношений к не любви именно ты можешь сказать что у тебя сложный характер ну для отношений с девушкой для отношений после такой платки не есть есть свои моменты есть не ладно но 5050 не знаю ну короче я не сложнее чем многие но бывают знаешь у меня тоже какие-то там свои за это если у меня например какой-то трудный этап жизни да вот как например вот сейчас я очень долго сейчас подписываюсь потому что ты знаешь что это такое надо вот это предоставить вот это не у тебя спрашивает а что это 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 потом как бы считает у меня ну как бы некоторые за и я чуть-чуть раздражительный вот как будто поэтому вот такие знаешь мельчайшие вот как тень помню дождь у прям такого то есть и короче ну как бы нормально ты без каких там лет заебов то наши люди такие блять и должен быть всем зеленый маникюр нет именно именно в этом плане наоборот знаешь типа по как она например выглядит как она там красить и так далее понятно дело чтобы она там не ходил как бы на улице там в трусах и вот это все но если девушка хочет выглядеть красиво я должен как бы предоставить ей свободу но в этом плане то есть она хочет накраситься я ничего не скажу она хочет красиво одеться ну конечно же девочка не важно что у него же есть молодой человек но любой человек хочет выглядеть красиво и это нормально поэтому в этом плане все забить в плане то же самое работа может она в какой-то момент работала на работе но он у нее есть своя мечта она дизайнер по образованию она хочет сделать но что-то свое и то есть я не тот человек который будет работой да я единство говорил то что я хочу чтоб ты но занималась чем-то чтобы ну ты не просто окна тебе занималась чем-то она сейчас ну типа заебись она моя сестра я дала там старый свой макбук я почему не мне тебя комната 400 тоже дали неважно хочу еще блять макбук и вот она блин сидит там на макбуке там работы всякие там презентация кайфу типа умничка я даю время там занимать чем что она хочет все какие качества ты любишь в девушках жопа сиски это курица тоже понимание именно вы знаешь понимание в моем случае это очень важно ну например мне важно чтобы люди понимали что даже тот контент например на который я делаю вот эти стримы это далее это как многие подписчики считают это не просто так знаешь ты сел на отебись там как бы сделала и все и ты там получил какие-то бабки там сверх естественно ты этого не заслужить это тоже как бы трутам придумать контент сделать на стреме всегда с такой улыбкой сидеть там знаешь там отвечает подарить людям какую-то эмоцию и что деньги просто так не даются но чтобы ко мне например там девушки подошла я хочу сумку там за 200 тысяч вот она у меня понимающая то есть когда мы все начали встречаться не что-то мимо был 6 айфон и не было такого эрик купи мне iphone вообще такого неба я значит настолько охуел мы с ней жили где-то на месяцев пять я знаешь принципиально ждал а попросится на это нет ну и в итоге я взял и купил айфон себе есть у меня 12 был андроид взял в итоге или нормально двигается ну да iphone android на базе ну понимание только понимание оставляем да что еще нужен вот реально что еще нужно какие качества могут еще быть девушки не укажет свое поэтому спрашиваю давай внешне поп или грудь конечно конечно грудь может быть плоская ладно вот еще прохожу добавим на юмор понимание юмора пошли у меня максимально тупой иногда черный юмор и да его нужно понимать от настроения зависит от этого хочет он какой-то дичь начать и писать в нашем общем просто знаешь ну типа человека задел человек наш ответил отреагировал и он дальше человеку мять 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 пока человек просто учат там чуть ли не удаляется я единственный человек который арчи вывел на эмоции но арчи такое есть ним это еще вопрос я у тебя видел в инсте как бы ну я это знаю и вы тоже видели по карабана я была рекламка ты такой относительно фотогеничный и я занимался модельный вопрос по модельная вообще в целом вот этом модельную всю сферу ты никогда не думал там вот быть реально там вот пойти в модели или много ли было еще предложение там по до съемку да я вот бешил говорю я же сестрой мы заканчивали модель школу зайцева это достаточно известным ну как она запуску закончилась диплом я конечно же не закончила до конца то есть там были актерские и как называют проходки да вот эти всякие проходки на каблуках попается я знаю ли они не знают вроде бы так что вот это откидывал пальто с шарфом на голове или короче предложение чего даже было предложение короче уехать в другую страну но во первых я всегда очковата тем когда те кто-то пишет и предлагает другую страну у меня сейчас жопу ебать будут поэтому как бы насчет другую страну да сразу не знаю я блять ваш фишки один раз попался блять ладно на себе шуток хотя это не шутка предлагали очень много разных компаний но это понимаешь сейчас есть завтра нет тебе нужно постоянно держать тонусе ты должен постоянно куда ты по сути работаешь не знаю ну и шестерка и на тебя люди как бы глазеет ты исполняешь роль вот такой ты можешь голым например вот сидят там богатые каким-то людям ты можешь у них такой типа голый идти а потом не знаете какой старичок такой типа ко мне на вскидку или ты знаешь я думаю еще не ну серьезно это это просто не постоянно вот почему нет может мне поняла предлагали но предлагали например там раз два месяца что-то вот прям именно серьезно но как можно прям серьезно да к этому относитесь вот мне предложили по карабан заплатили там достаточно например много и я чё думаю мне завтра предложим кельвин крайне там лови бутон вот такого к сожалению не бывает но то есть тебе тема в целом нравился на для привлекала да она мне и сейчас нравится это хорошая тема знаешь и для рекламодателей потому что в моем инстаграме по карабан это очень круто мне например говорят а где там снимался я бац им показываю допустим вот это вот эти фотки или такие блин пакарабан а звучит да пакарабан вообще изучит не то что там знаешь там каким там рекламируешь там теннисные ракетки с приходом медийности к тебе понятно узнают на улице там рекламки предлагать что вообще поменялось твоей жизни может восприятие к там не знаю к друзьям восприятие того что эти подходят им пофоткаться там наш там кто-то мне говорил интервью чтобы подходит и к начинает помню как-то там обнимать вот не по кайфу вот такие моменты вот всю жизнь я мечтал стать знаменитым когда понятное дело что у меня не такая знаменитый как у актеров и у всех но я думаю многие поймут когда ко мне пришла но некая известность я расхотел и есть свои плюсы и свои плюсы конечно тебя узнают это круто это ну знаешь тебе добавляет знаешь такое когда там у тебя эрик там давай спорта что-то спросит минус это когда например ты с девушкой кушаешь действительно тебе подходит может сфоткаться это это за или когда-нибудь не знаю кто ты но решит как-то круто пошутить типа например типа эрик охуенно сыграл вчера но как бы да смотришь ну на него такой типа а это это что типа был вот что-то такое значит тупой юмор которую ну блять он не смешной но они думают то что блять но это заебись а некоторые знаешь это еще например на телефон снимает добрый ко мне подходит очень часто я не знаю почему но очень часто ко мне подходила в момент медиа лиги от от ответ на вопрос натуре это серьезно говорю от от блять я просто я на них смотрю я говорю бля вы видели этого урода блять ну блять да а вот слушай в плане заработка когда стрельнул вообще типа медийка у тебя начали узнавать сказать что прям но именно прям стрельнуло но в любом случае конечно заработок радует это это другое я могу дать и там позволить джорики там 4 а youtube канал ввести именно там вот то что ты ведешь рубрики там twitch и так далее ты решила по счетах момента просто пусть ты взрослый снимаешь все окей я тебе болезнь а потому что я я не попрошайка скажем так я когда я узнал об этой болезни я но не стал никому говорить сам об этом зачем они не стал говорить там а давайте там сбор проведем или давайте вы скинетесь мне там на бабки ой на бабки блять давай скиньте мне бабками я решил у меня уже было twitch youtube канал я решил это все возобновить я решил это все монетизировать и решил заработать это сам ну вот и все поэтому в основном для того чтобы у меня не было проблем да с деньгами чтобы я смог помогать сам себе они попрошайничать я завел вот эти соцсети и начал их вести то есть это знаешь не было прям вот типа я безумно хочу это было нужно тот момент а сейчас я уже хочу какие общие планы на ведение соцсетей на создание контента три канала на ю тубе у меня уже есть два канала 2 я даже специально не рекламирую я выкладываю туда видоса там реакции на зарубежный то что я там люблю и не только на зарубежные причем средний там средний количество просмотров там 12-15 тысяч это круто без рекламы 500 подписчиков пока но я это делал специально посмотреть как чтобы у меня не был там медиафутбольной аудитории чтобы это смотрели те кому это например ну зайдет кому понравится и там реально крут когда пишет комментарий типа например там ой я думал по-русски там не разговаривать типа или у крутая реакция типа чё за чувак по-новому знаешь да другая аудитория второй канал это будет игровой как раз про планы план на стримы мне сейчас последнее время не за безумно нравится вести стримы прошли люди видят меня настоящим зачастую например я могу прочитать где-то комментарии то что из детства мэрика противные эрик негативные или еще что-то люди пошли не знают настоящего я безумно люблю на самом деле подписчиков и многие мои стримеры это фанатом кого ой мои подписчики и знаешь как получилось они ко мне заходили говорили то что вот и такой то такой то я без код негатива без бана грел почему они мне писали тот тот и сделал игру давайте я вам объясню мы с ними говорили они видят то что я с ними взаимодействую нки бля ты на самом деле нормальный чувак подписаться да и если знаешь спустя где-то наверное ну полгода ты не знаю может быть заметил там многие пишут там эриксон да вот я читал комментарии когда ты стал на мфл ведущим там пишут что эрик это голос тудроц вот ты сейчас на данный момент кем себя позиционируешь в тудроц шестерка не задавая берем к берем к ты же скажи как меня немножко обижает и злитку что женек с меня снял очень много полномочий он как будто хотел мне помочь а тем самым он наоборот мне поднасрал когда был мкс и но и 2 мая и так далее я занимался там списками вот этой всей типа движухой женек мне всегда такой типа спасибо типа души двадцатый год давай да про двадцатый год быстренько он может быть даже не быстренько расскажу может быть кто не знает очень страшно самом деле момент был я дома ну на сельско где мы с холом жили вот старая хата стук в дверь стоит женек с камерами такой горит типа я сегодня ну не смогу сняться вижу него прям ну лицо изменилось янку и 100 игру зайди ничего случилось он заходит вот не буду говорить что было это наша личная он мне просто говорит то что у него нет не стал отца на тот момент у меня была те жив поэтому я не мог понимать что это такое но я видел его состояние я думал блять ну типа как же так ну карантин прям на него мне было настолько обидно что я не могу ничем помочь потому что жена для меня очень много сделал вообще за все время также я не буду зайти там всем говорит там что именно женек сделал но мне помог и морально ну и вообще в принципе состояться как человеку я подумал что мне нужно ему отплатить я им говорю то что бром типа можно я буду вести но сейчас канал прошлом говорит я типа не знаю не могу и месяц его где-то не было на тут рост единство там я ему иногда писал типа я хочу сделать это то-то то-то у меня горит добро бро делай и соответственно beer pong бустера я позвал на снова по что он не значит к основной канал не трогай вообще ну типа days фифа дело что угодно ds мы снимали beer pong я такой думаю если сейчас нету женька я верну никита я такой подумал блять типа но для подписчиков это возможно будет супер я никто говорю типа конекет на фифу на beer pong он говорит ну типа чувак хуй знает на эту шнеки ты все ломался для часа может быть вспомнить на некий сука ломался я игре некий для этого час типа нужно некий перед бляда с тобой типа согласен он пришел на фифу он пришел на beer pong все люди начали писать да блять это единичный случай он нихуя там значит это не останется он сам пришел выпуске начали набирать дохуя потом мне приходит там в голову еще некоторые идеи и бустер как раз хайпует я говорю пацанам аху ко мне подходит горит бля есть кучу от бустер я пишу бустер прям в этот же момент игру придешь дрот а он как раз респектно нам я он горит типа бляда вообще я пишу женька кто-то к бустер блять он горит уверен что горит от соберет игры я уверен он горит но я горит хуй знает и вот тогда он по моему первый раз вышел из дома мы засняли два ролика там об этом больше ляма и это наш первый канал с бустером потом хул куда-то уехал я сидел дома приехал ко мне мбапе с крапом приехала илона я поснял видос типа краб отбивает илону мбапе и сказал то что у них возможно будет бой в инстаграме на плюс 20 подписчиков 20 тысяч подписчиков сзади ахуй и я говорю женька уже нек надо делать бой я ты я всех наебал на бля мне надо выходить сухим из воды мы делаем бой лям 800 по моему в этот момент ниже не он говорит блять типа чувак спасибо тебе но вот реально то что в сложный период ты взялся вот за это непростое можно сказать дело понят дела благодаря мбапе хулу белки некита всем остальным то что ну мы смогли беженька реально достойно как я считаю вести канал и мне льстит то что знаешь я была в этот момент во главе вот как будто вот это все движухи потому что практически все придумывал я я прям круто не за боссом себя чувствую конечно ну и соответственно потом мкс вот 1 мкс я вроде как тоже в этой теме а потом знаешь потом как-то меня не допускали знаешь до каких-то обсуждений там придумывание чего-то роликов но они видели на мое состояние то что у меня и отца не стало вот и все остальное возможных тебя меня трогать потом мы собирались женьком с хулом в ресторане жня грелочей с каким-нибудь идеям анализки составили я сосал где список 15 идей мы поугарали где-то 4 из них мы хотели воплотить и 24 февраля не буду ничего говорить просто и 24 февраля у нас даже прятки не вышли надо если и вот не знаю потом как-то так получилось то что два червяка пришло про червяков тоже там само хуёво то что это мои друзья карен я извиняюсь перед вами всеми я извиняюсь ребята ржан и карен да это мои друзья и когда мы мы же всегда играю в дискорде когда карен сказал то что он решил попробовать к нам на просмотр в дрот я ему сказал красавчик но я не думал что его возьмут блять нужно быть идиотами ладно шучу но я честно каран сказал то что если бушку его я проголосую за реки она финале он разъебал реки она по всем фронтам я проголосовал за карена нормально и потом у нас есть друг такой да пашка ломен который кладет книги призы от плойки да у нас с оператором что-то случилось ну и в момент я же ржану постоянно подкидывал работу я его как у устраивал если ты не знаешь он улыбить работал монтажером а у акулы работал так далее и в какой-то момент там же он говорит что делом с оператором я такой говорю типа есть ржан но не прям я мы коллективно типская типа ржан и он говорит аржан думаешь справиться я такой говорю но я типа уверен он снимает игру своим дядей тети у него дядя с тетей денис там кукаяка и грубит тогда я говорю но все вроде заебись всегда он дадим ему там двухнедельный там просмотровый вначале никому не нравился потом я помню снимал же только блять аржан был до в первом ролике стоит он сейчас он вписался червяк да и даже не радость спасибо перед мфл когда уже понятно было что там вот у нас футбол команда футбольная ты понимал что ты мало примешь участие вообще в игры гадил в этот момент перед первым фл когда когда первым фл был я еще он был болен я вообще не не мог принимать участие в играх ну я не на одну игру форму даже не взял потом там когда вбирая 2 мфл начинался короче ты понял что ты будешь получать меньше крово времени такой же был вену и занятия изначально скажу я так изначально никто не понимал вообще какой будет регламент какие будут команды потому что я же не видел вот этот списке же не знал кто будет выходить но на поле я думал то что условно говоря там три четыре человека медийных могут появиться на поле понятное дело что минут десять я там никогда не претендовал я никогда в жизни не говорил там знаешь там как там вага я могу соревноваться с ними ну нет это бред вага если что бля я знаю ты что что тебя это прям ударе да я могу среда ну короче ты для себя вот понял какой-то момент конечно я играть скорее все буду а вот конечно я прекрасно то что мы будем играть только для того чтобы потешить нашу аудиторию что мы там медийники выходим на поле там здесь минута если мы еще в другую забьем ебать выгол забьете никто не вспомнит условно здесь ибанное слово представь если я не знаю я забью там в девятку родине блять нет неру амкалу там допустим понятно дело маловероятно но вдруг я на олимпе буду ну реально уже там в районе то что ни разу не проигрывал амкалу когда был забил ну а тогда вот вообще в голове какие мысли были там то что блин типа ok я не играю как футбик значит я должен там развиваться медийные должен помогать команде но для меня тут рот это не как для многих футболистов которые знаешь уходят я могу сказать то что понятное дело что создали тут рот именно женек и некит это значит ну как будто детище если я не могу помочь на поле я не могу помочь на поле я буду делать все чтобы наша команда чтобы наши игроки чувствовали себя не на максимально комфортно поэтому я взялся там не знаю там за youtube свой канал за телеграм-канал постоянно разговариваю как ты знаешь там со многими игроками пацанами до сомнениях то есть если там женек просит там например что-то придумать что-то приехать где-то отвезти это далее тоже конечно это дело ну и понятно дело с фифы на фифе я как бы до сих пор как есть так и есть но как я имею ввиду постоянную черта ведущая мфл это как получилось я засирал мфл чтобы я не засирал он фон не позвали как ведущего мфл меня купили ну серьезно ты читаешь я шучу ну я спрашиваю серьезную я коротко да я коротко так рассказал я негативно высказывался то что нет крыши то что лавка у футболистов но без крыши ты помнишь какая она была то что это пиздец какие ну ебанские условия какой-то моментом коли мне что-то ответил ужасно ну не то что ужасно он прям знаешь критикой как-то что-то наконец-то или хоть первый раз сказал какую-то там дельную вещь меня это очень сильно разозлило я ему прямо ответил то что там все прямо хаха бы я поймали и в какой-то момент филка мне подходит к говорит в коле на самом деле нормально чувак ты очень резко там судишь это я хочу поговорить чтобы вот вы не за муж нашли там общий какой-то язык я начала болтать с колей коля говорит то что мне нравится там твои стримы не хочешь ли нам быть у нас ведущими говорю ведущими хочу быть игрую давайте стримы сделаем я говорю перед мальчами я говорю они после матча игру прошу после матчей мне не интересно слушать когда они уже сыграли что обсуждать ну да то было не так играть перед матчем сделаем он годовой попробуем но и первый сезон я считаю практически идеальный был в этом плане по бабкам чё не не так много кстати ну да я просто за сколько было стримов алис но 10 и 10 стримов за весь первый сезон до 10 стримов один стрим больше полтинника меньше полтинника вот да на это можно ку гораздо меньше более чем в два раза меньше окей там кто посчитать может нас пацаны там считаете и пока не задал следующий вопрос паузу поставили на каналчики наши подписались на youtube чеки в телеге везде писать лайк быстро нахуй бля не ругайся не ругайся моих подписчиков тоже давай в какой-то момент показалось как будто вы с колесом прям вот знаешь вот вот кентурики такие может быть вот просто в рабочих момента конечно вы с ним прям поймали хоть зеленые линьки я не знаю и прям вот не знаю мне я про я реально я угораю но с некоторых людей которые думают то что там наш эрик продал сам осипову и так далее именно я написал пост когда мы поехали в краснодар то что у нас отеле дерьмо после чего мне звонил как бы коля и в какой-то счет такой пост пишешь а если отеля дерьмо чё я могу сказать но коля понятное дело я отношусь хорошо не могу сказать да что у меня коля в каких-то моментах там не помог но понятное дело что я считаю что я я ему отплатил не меньшей монетой чем он мне не могу сказать что мы друзья кенты если например ставить на чашу весов тут живцы коли осипов но блин по моему я глупо там тудрос будет вот здесь коди осипов да вот здесь и понятил интерес тудрос для меня будет всегда превыше нежели там интерес как бы коля сколь нас рабочие отношения и мы не то что нашли connect потому что его работа влияет на мою оценку если он сделать что-то дерьмовое например тот же стрим люди будут не его засирать люди будут меня засирать то что я хуел что-то отвел поэтому любая штука что связано было случаем там со всем остальным мне было выгодно чтобы коля прислушивался а коли прислушивался причем за это ему огромный респект и дело все скажем так красоте поэтому плей-офф у нас получился как я считаю охуенным но второй сезон кардинально отличается от первым хуже гораздо в разы и это во первых отношения наши с колей в первом сезоне знаешь коля на меня смотрел как на такого спасителя но не то что спасите но реально я ему очень много помогал даже в коммуникации с некоторыми людьми потому что ты знаешь я практически со всеми дружу и было достаточно как бы просто объяснить тем что коля не такой плохой человек второй сезон такое чувство как будто он вот ну типа я сам я все понял эрик спасибо тебе большое я сам я уже просто тупо отрабатывал бабки в качестве ведущего ко мне не обращались не с помощью не советами единственный раз меня добавили в чат меня фикуса не чай еще некоторых людей чтобы мы определили кто профи кто медийный мы все единогласно сказали дуб профик берег профик как вот там комикс профик что в итоге проходит где-то неделя они все медийные а на хуя мы нужны были и это меня значит мне так раздразнил и так меня вывесила типа на хуя в устроить такую клоунаду вы делаете совет из вот ну наших типов где мы решаем кто профи кто нет в итоге вы делать их медийными на ху мы тогда нужны ну вот я просто что я нахуй не нужен николь как бы не нигде и сказал то что все буду ведущим буду отрабатывать своему за бабки проходит часик я уеду ну поеду к себе домой не буду не остался на консеренции нигде спасибо большое за работу мне кажется на деле эта тема смфл и скользко можно знаешь просто отдельный выпуск посвящать и как все записывают там вот просто мусорить эту тему ну да да я пока я поставила да то есть чтобы ты изменил футброс если это есть чего может быть добавил бы я бы наверное на основной канал вернул бы вот наш склад ну скажем так именно медийников без обид это ну как бы будет именно профи профиком сказано продолжала бы ну и снимать именно челленджи как как раньше скажем так но я сделал бы отдельную ветвь как раз профиками возможным над росли и потому что не в обиду многим будет профиком сказано тудрос на основном канале кто сейчас самые интересные персонажи беги алекс месси алекс месси беги но никогда в жизни они не смогут куваться там например с тобой там с кутузом со всеми остальными и но многие профки не выдадут таких эмоций зрителю как беги алекс месси но вот они крутые я очень хочу посмотреть на штрафные на стрижку например жека некит хумба п беги алекс месси корюн я например там некит это ну мне кажется значит это будет круто по что мы все трупы блять но если кто-то из нас попадет в девяточку лана баба может есть кто-то в девяточку попадет блять тоже пизде шоу это фурор в лима прикол некий такой он будет празднуем лет назад полчаса он один забил в девятку привлечь в притирку с крестовиной это щитом был пиздец но я я вот не за я обожаю вот такую атмосферу и чтобы я поменял я бы наверное сделал футбольная команда ну вообще отдельным дети чем потому что иногда когда я слышу комментарии дмитрия викторовича вот я например говорю говорил с тем же каратом да с ярошем игру ребят все будет нормально дмитрий викторович но он хороший чувак которая точно не хочет желать вам ну плохого кто выходит на трюк россию хочет в броке бойся пусть пиздует ну как бы не в обиду будет сказано я вас обожаю дмитрий викторович но он вообще не психолог то есть он разрушает психику людей некоторых я пытаюсь наоборот знаешь собрать а ведь . да мне похуй уху играть и меня не будет это очень слой а это нужно футболе это очень нужно но смотри просто эти объясню как он объясняет нам вот он это проколом про ярошки куда вкидывал но я и про карата города просто ну как пример он профессионал вот тебя в своем деле он конечно ответственно результат вера вот и момент с тем что допустим говорит типа вот там я расчета вкидывает про броке бойс броке бойс он сильно вот про броке бойс он говорит ярош не ходит на трешке там мы были в краснодаре ярош получу там mvp и в нижней новгороде получил mvp лежа в автобусе там в коме типа понял говорит ну то есть это как вот я управляю профессионалов условно по что мы там медиа команда там и так далее мне кажется сейчас вся медийность она уже такая сходит на что направить вот ну и он просто это аргументирует вот ну как бы вот этим вот моментом из каратом то же самое почему на карата взорвалась жопа у всех потому что он пожал руки сказал еду своим казахстан доказывать а в итоге была тренировка бега он там отстал на круг вот так вот там с еще с остальными пленными том числе там со мной с кутузом условно и потом просто но бум-бам вот там пожали руки договорились обо всем зарплата там чё как и в итоге человек ушел от этого типа сгорела жопа ну все кто вычислил викторич это я в любом случае понимаю но все равно со стороны даже ну ты же тоже это видишь викторич это чемпион по своей натуре он реально строить чемпионскую команду но все-таки иногда нужно думать о настроении в коллективе а иногда как раз викторич может отнять это настроение в коллективе просто достаточно ему не знаю там унизить одного или двух игроков некоторые люди считают себя действительно нижен я ни в коем случае не хочу чтобы виктор сейчас писал униженный ну пусть уходит где-то но нужно же правильно говорить с людьми я понимаю что они все делать напрямую это круто да как альбертич на при на одной из тренировок там сказал то что кто нас сильный тот будет играть там кто там слабо играть не будет по такому принципу будем выбираться это ну в любом случае круто но нужно уметь правильно выбирать все-таки иногда слова и как-то это более правильно преподнести окей окей но не пошел нахуй брокки больше ну на такой ночи друзья блиц раскидаем у тебя блиц это же миф рассказывает там боксерские поединки свои страйл ботцовском клубе не существующий только на лайк набрать чтобы ринг стал быть чужой ммэй лет стоп у меня интрижки дальше вы просто даже быстренько час на своем время есть студийка там короче чуваки 10 тысяч лайков к этому видосу 24 часа с эриком и мы выходим там 300 секундный поединок 10 тысяч дизлайков на минуту короче смотри блиц я же блин так я щас не спалю ты можешь отвечать коротко могу да можешь ответить на вопрос тот раз дженек или некий ах ты гандон не нуженек почему я я уже сказал то что когда я пришел в тудроц но постоянно никто не было женек мне помог в очень многом и с ней кто меня не могу поговорить на такие темска то на которой я говорю женком ну про некоторые там личные и так далее женек всегда высушит за этом поможет там советом я также говорю поэтому женек не очень близок в этом плане деньги или медийность деньги то есть я допустим сейчас тебе предложат работу и ты будешь зарабатывать условно не знаю там почему работают у меня просто деньги ну деньги нет я не так что там типа наш тебя просто пока деньги и пиликается на карту нет 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 и ты сказал деньги или медийность я искал фк деньги что-то просто ты сказал деньги или медийность ах у меня работать чтобы были деньги это уже другое это скалобы работали медийность я искалами диана сжопу закрой поехали дальше напиток который ты бы мог пить всю жизнь кто мог бы пить всю жизнь. Кофе. Кофе любишь? Обожаю кофе. Любимый фастфуд? На фастфуд, знаешь, что-то там Мак, Кевсик, Кинг, я не знаю. В этом-то и прикол очень давно не ел, прям фастфуд. Ну, блин, скажу там банально Мак, но... Пицца, наверное, Папа Джонс. Люблю Папа Джонс. Окей. Любимая еда? Паста. Обожаю пасту. И люблю рис. Именно китайский, корейский, японский, короче, на пару, вот отварной. Могу есть вообще просто без всего. Если ты мог бы стать амбассадором любой компании? Найки. Найки, окей. Герман в порядке? Папков? Да. В каком плане? Ну, просто как, не знаю, блядь, как он в медиафутбике двигается, как личность, как хочешь, просто Герман в порядке. Он второй, блядь, в медиа-комьюнити. Конечно, он в порядке. Окей. Футбол или челленджи? Челленджи. Ну, это уже я понял вопрос. Точнее, ответ. Хотя раньше я бы сказал футбол. Вы меняется, я понял, что футбол дерьмо. Убили он, говорит. Топ-3 артиста-музыканта, которых ты слушаешь. 13кай. Касси. Алис. Алис. Стормзи. Первый, точно. Асапроки. Это прям мой фаворит-фаворит. Многие там скажут, ну, привет, Тревис Кот. Блядь, Тревис сосет Асапо. Третий, блядь. Сейчас мне проще открыть, наверное. Ну, наверное, зовут Антасион, потому что я вот в какой-то момент прям очень жестко именно фанател от него еще и при жизни. И после жизни мне нравится то, что он делает, знаешь, не просто там рэп-рэп, а разную музыку. Он может там что-то там мелодичное, что-то жесткое. Короче, в разных стилях, направлениях работал. У меня, ну, честно, это очень по душе было, и я прям каждый день его очень много слушал. И давай, дай вот просто пару советов ребятам, которые нас смотрят, потому что, ну, большинство аудитории у нас, так сказать, юные пацаны. И хотелось бы от тебя, от опытного, можно сказать, блогера, от опытного человека, который, знаешь, уже в 30 лет, ну, чего-то достиг и какая-то мудрость у него есть. Пару мудрости? Пару советов. Во-первых, не бойтесь никогда пробовать. Когда у меня был youtube-канал, они набирали там по 6000 просмотров, не помню, в комментариях писали ха-ха-ха, потом, соответственно, все изменилось, я сделал, что хотел. Не бойтесь пробовать, если что-то решили делать, делайте. Если что-то у вас не получается в самом начале, поверьте, если вы будете работать, у вас получится в дальнейшем. Второй совет, это как раз, опять же, наверное, для начинающих и не начинающих блогеров, не читайте комментарии. Ну, зачастую пишут просто злые люди, которым вы просто не нравитесь или которые пытаются ему утвердиться за счет вас. Если они вам пишут комментарии, знайте то, что вы в любом случае впереди, вы выше. Поэтому не обращайте внимания, не грузитесь и делайте то, что делаете. И не дорочите хуй левой. Братван, у меня в гостях сегодня был Эрик, спасибо, что пришел. Всегда приятно, знаешь, вот, вот, поговори с человеком, который не футбик. Не футбик? Кстати говоря, пацаны, в гостях был Эрик, брать, спасибо, что пришел еще раз. Вот, поэтому лайки, комменты всегда приятно видеть, не футбика. А почему ты нигде не говоришь, что ты этот формат у меня спиздил? Это пиздеж, бля, вот это, знаешь, рассказчик, для которой креатор, блядь, везде нахуй. А у меня группа до сих пор осталась с Телеграмом. Завыкладывай, что по кайфу. Я, ты, Брэйн Коуэль. Выкладывай, что по кайфу. Бро, спасибо, что пришел. Приятно видеть человека, который просто, типа, в целом не футболист. Но с ним есть о чем поговорить. Я вот так вот сел с Пантерной интервью, мне сказали, блядь, нахуй так сидишь? Я, кстати, хочу тебе то же самое сказать. Приятно говорить человеку, который тоже не футболист. Козырной туз. Вот, да. Поэтому лайки, комменты, подписочки, блядь, мне тоже всегда приятно. И пишите в комментах, 24 часа с Эриком делаем или не делаем? Я тебе в ринге, я тебе в ринге, блядь, надо просто вот так вот, ты блядь, вот так у меня и спать. А мы еще не просто, знаешь, что мы делаем? Мы как раз перейдем еще в мою стезю. Мы не просто, мы проведем там раунд, мы еще поборемся, блядь, с тобой, я тебе покажу, нахуй, где раки ночуют зимой. Нихуя себе у тебя хват. Точно правый дрочит.